13 октября весь мир отмечает день борьбы с тромбозом. Университетская клиника Казань не осталась в стране и стала первым местом в республике, где проходит столь важная акция по спасению человеческих жизней. Основная ее цель – познакомить общественность о тромбозах во всех формах, объединить усилия врачей и населения в медицинской реабилитации больных данным недугом. Это акция привлечения внимания к проблеме. К проблеме тромбозов, кровотечений, к проблеме бесконтрольного приема антикоагулянтов. К сожалению, менталитет большинства наших сограждан таков. Вот я была у доктора, он мне назначил таблеточку, а дальше вот я ее пью и пью, и мне хорошо, и все, и можно никуда не ходить. Вот это, в случае антикоагулянтов, в общем-то, я бы сказала, опасно. Жители города не упустили уникальную возможность проверить свое здоровье и получить рекомендации от специалистов клиники Казанского университета. Кстати, детальное изучение тромбозов можно заслуженно назвать сильной стороной университетской клиники. Может быть, это связано с тем, что университетская клиника, еще в бытность свою РКБ-2, первая в республике и одна из первых в бывшем Советском Союзе, начала такие лечебно-диагностические манипуляции, как ангиография, коронарография, первые стентирования. Все это было в стенах этой клиники. И поэтому работа с глубокими нарушениями гемостаза, с проблемами в системе свертония крови, мы работаем, ну, 25 лет, так это точно. Не стоит забывать, что причин появления инсультов и инфарктов меньше не становится. И тромбоз по-прежнему возглавляет ряд источников появления сердечно-сосудистых заболеваний. Как утверждают врачи, выявить и вылечить первые признаки болезни можно, если вовремя обратиться в клинику. И как раз-таки прошедшая акция подарила еще одну такую возможность. Аделя Шамилова, Ленарда Влетьяров, Универньюз.